Фонарик есть. Туристический маршрут батареи орудий Канэ. Батарея орудий Канэ, вверх по лицу мы там были. Двойная южная батарея номер 4. Заходим еще в один отсек. Так, идем по правой стороне сначала. Сейчас. Так, подожди. А эхо какое. Батарея, стройсь! Давай сюда. А здесь еще батареи не установили. Так, подождите. Давайте вот тут сначала посветим. Так мы ждули там, ребят, где? Давай. Ты поняла, да? Давай я впереди пойду, а ты сойти. Ох, какие переходы. Песенки неудобные. Знаешь, на что похож? Мы были на обручеве точно так же оформлены. Ага. Там комнаты для снарядов. А здесь трансформаторные будки были. Вот в этом месте. Для наблюдения окошечко за орудием. Вот тут трансформаторные будки установлены. Это мы сейчас вокруг площадки ходим, где оружие стояло. А здесь были снаряды. Ага. Вот отсюда можно выйти. Здесь тепло. Ага. Ну да, мы вокруг походим. Да, вокруг походили. Мы ходили. Получается, вокруг вот здесь по кругу мы прошли в одном из отсеков. И опять вышли. Ну, хорошо. Но видишь, форты, они некоторые похожи друг на друга. Ну, да, универсальные, как бы, эти... По крайней мере, девятнадцатого века. Это же последняя подстройка была, наверное, тут девятнадцатый. Девятьсот какой? Первый? Девятьсот первый какой? Девятьсот восьмой. Как ты думаешь, это старинный известняк? Да. Думаю, что девятнадцатый века еще не есть. Вторая пристройка, да? Ну, попытка номер три. Батарея Шведе. Построена 1868-й. Давайте парень по канаве включайте, там мокро. Перестроена 898-й, 99-й. Там мокро. Там очень длинный лёж. Так. Идем по правой стороне сначала. О, тут еще что-то есть внизу. Андрюш, посвети, пожалуйста. Там еще комната. Там часы? Нет. Слушайте, а вот тут стенд есть, можно почитать. Гранированный пруствер системы Шведе. В данном помещении располагались 5 11-дюймовых артиллерийских орудий. Пример того, как выглядел. Пуствер можно увидеть на фото. Так, ребят, подождите, я сейчас тут засниму, и вы мне скажете, что вы думаете об этом. А вот каменоломня Пютер-Лакси. Олег, ты хотел на каменоломню съездить. Пютер-Лакси. В Пютер-Лакси мы не попадем, если сейчас Пютер-Лакси не надеешься. А, ну вот смотри. Ну, что реле. Мне даже показано, как граниты подбывали. Да, 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 я сейчас обращу внимание. Вот смотри, какая пушка крутая. Да, вообще. Это царская пушка. Бруствер. Бруствер Берда. Завода Берд. Каменоломня Пютер-Лакси. Шведе. Так, ребят, что вы думаете об этом? Говорите? Здесь очень классная отработка гранита. Для того времени. Четко. Тут прям выверено, как будто на компьютере все просчитано. Ты смотри, стыковка, видишь? Скошена. Ну, то, что ссыпка была. Она выглядит очень. Как выверено прям угол. Ты видишь? На то же время. Не вот эти вот элементы, как они подгоняют. Смотри, как ровно все подгоняется. То есть сама пласть и гранита, как ровно, да. Причем стыковка подгонка. Да. Апатическая. Сверху уже видно металл. Ничем не отличается от турецкой, скажи. Он не прямой шов. Он, видишь, идет по дуге. То есть надо было сделать такую дугу и подобрать эту границу. Ты довольно-таки. И вот, ты как, Анастасия. А ты? Несколько граней, смотри, да? Да, то есть вот грань здесь. То есть они не сделали прямую грань. Они как-то сделали сначала одну, а потом вторую грань. Причем там угол-то совсем небольшой. Надо же было просто сделать. Смотри, сколько граней блок. Вот эти вот миллиметровые зазоры. Да, смотри, Олег, сколько граней, сколько углов. А на солнце, посмотри, видно инструменты, которые у Макса везде в этом. Ну вот, я не понимаю вот этого скоса угла этого. Зачем нам здесь нужен? Если можно было просто сточить напрямую, то и все. Так вот здесь тоже, посмотри, какой тупой угол. Вот отсюда есть. И вот это был какой-то технический прием. Да, тут такой же, да? Да, на скорой ходе, да. То есть это действительно... Посмотри, сколько вот на этой стене граней. Под какими углами. Вот, иди отсюда, смотри. Вот тут тоже непрямой угол. А тупой. Вот, получается, один блок. Это один блок, они его просто заискивают. Олег, а вот смотри, наши с тобой любимые закладные со свинчем. Там, наверное, вот отстандался какой-то крепеж. Кстати, а так сюда? Да, снизу. Здесь вообще сколько? Знаете, как они, конечно, везде сделали подножку. Видимо, полу, что ли? А вот еще что-то какая. Это твой любимый металл, который мы уже видели. Мы сейчас, кстати, смотрели, там срезанная часть металлической конструкции. И две детали соединены хлебкой, там нижними даже щелей нет. Представляешь, насколько? Ой, хватит, тут часть. Это самое. Да, сколько? Это вообще что-то резиновое. Резинотехническое изделие. Номер один. Наклею. Бутафорский. Да. Бутафорский вентиль. Ну, тот, как его, болт из фанеры сделан. Покрашенный. Но там... Это наше время, детка. Там точно все наклепко. Классно. Там, в конце, стена стоит непритывая к стене. Да. Просто вот так, если... Ой, не пришлось. Далека посмотреть, сколько здесь граней. Если чуть-чуть в стороночку, посмотрите, сколько здесь граней. Спасибо, Ребен. Да. А сколько блоков? Давайте блоки посчитаем внизу. Внизу цельный или там немножечко полукруглый блок, еще там соединен. Получается, у нас раз элемент. А, вот два блока соединенных. Четыре, пять. Внизу два блока. Вот это самый большой. Потом вот эти по бокам элементы. Ну да, и вот они, получается, свистные. Получается, им приходилось вот так вот. Делать вот такой вырез. И сюда делать вставку еще. Потому что он такой... Вот он цельный. Он тоже огромный, этот-то блок. Вот, посмотри. Вот цельный. Он вот сюда уходит. Вот сюда уходит. И вот сюда уходит. Вот так, если смотреть. Видишь, Олег? Ну, заметно, что они ровно все сделаны. То есть это не обычная работа. Посмотри, вот этот блок с двумя стенками. Единый. Механика. Механическая работа. Ну, вообще, конечно, да, мощь. Ты представляешь, это как надо было просчитать, чтобы у них все совпало. И тут, видимо, стекла предусматривались. Ну, не факт. Ну, не факт. Нет, нет. Смотри, стекло. Из нее торчало. А может быть, они открывались и закрывались? А так-то холодно будет, зимой будет заметать. По идее, наверное, если все продумано, тут и со стеклом что-то было. Да, я сейчас просто хочу сначала это все заснять. А ты, Али, как тогда знал, что нашу... А ты еще раз знал, что... А ты, Али, не знал. Ну, вещи, что наши витали. Я не знал, что... Я не знал, что ты... Когда ты предпочтешь, я думаю, что вы захотели... Я хотел сказать, что... Алик, что... Ну, алик, то и не знал, что вы... ребят такие фоточки здесь классные во первых поражает как гранит так и металлоконструкции посмотрите насколько все это точно сделано это металлические металлические части они настолько должны были плотно представляете вот эти дырки насколько должны быть точно сделаны чтобы подставить например вот эту штуку да вот уголок и чтобы все дырки совпали если одна дырка не совпадет ты не можешь крепку ватной ты думаешь на месте сверлили ну то есть представляешь вот такой кусок металла просверлить он ведь не тонкий то есть ты тоже считаешь что на месте сверлилась но расчет я вам скажу не не хиленький был то есть тут без но мы бы сейчас например вручную это не посчитали это было слишком много времени заняло кресте все клепаные давайте из этого угла чтобы все было видно это может быть видите для того чтобы залезать сюда слушайте это тоже из металла сделано а как раньше закрывалось это все наверное какие-то окна здесь все таки предусматривались бронебой броня толщина листа посмотри какая двойная 20 и 10 30 сантиметров ты думаешь это все металл слушай да точно вот ну кору летку достань померить вот металл даже тут несколько слоев давай посмотрим тут еще вот так бери сколько 32 сантиметра а так еще вот вот так а там еще есть продолжение есть 46 сантиметров представляешь это какая конструкция тоже огромные панели тоже огромные панели тоже огромные панели металлические клепки а внизу а внизу посмотри какая идет конструкция на болтах на болтах тоже да это даже не клепки да болты еще дальше продолжается можно аккуратно а блоки валяются рядом можно спуститься хотите давайте это знаешь как ограждение наверное было защита да что она останется пока там хорошо держи я спущусь давай я спущусь оставь рюкзак пока здесь пойдешь вот они будни исследователей слушай я вот интересуюсь как они закрывались эти окна наверное не закрывались не закрывались думаешь холодно было они на шурупах то современных или посажены там чопики забитые здесь металлическая конструкция да 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 это более старая конструкция ты видишь она отличается по металлу и болты другие да давай так держи выступы вот так что это вот оно там выровнено а тут не выровнено металл отличается ты же видишь это вот ровный как и даже болты по моему отличаются здесь вот этого нет серединке вот этой части средней нет вот эти идеально ровные поверхности а это не идеально такое впечатление что перед ним вот ребят обратите внимание вот этот металл он намного лучше сохранился чем верхний вот чем бронированный ну мне кажется это что верхний что нижний это металл который не ржавил что вот это да нет верхний другой вот зачем было снизу под огромными блоками делать закругление закруглять блоки зачем если их все равно не видно зачем лишнюю работу создавать чтобы делать вот такие округлости если сверху просто закрывают перекрывают эти блоки огромные верхние андрюш посвяти сюда в дот все равно он уже современный ну я имею в виду как времен великой отечественной войны мы то ищем что-то более старое дореволюционное а дот посмотри великоотечественное да великоотечественное великоотечественное да бетон мне кажется здесь знаешь такая как бы из блоков была выложена площадка такая, знаешь, пилющая наверх. Они сначала укладывали, вот эти блоки сначала уложили, а потом уже их отрубали. Ну, вырубали. Отдавали форму. Идеальная форма не издевает. Вот, просто у меня вопрос к закруглению появился, потому что видишь, эта площадка, она идет тут за закруглением, она дальше идет на видное место. Мне кажется, здесь была горка из этих блоков выложена. Видишь, как ее водой, как их разбросало? То есть, они раньше-то состыкованные были? Ну, у нас тоже такое впечатление. То есть, что вот это все, это вот туда примыкало, и только так же шло равномерно по 60 градусов. Это как горка была выложена этими блоками. Просто, что их расхерячило? Вот, вот видишь, стыковка видна здесь некоторых. Вот, они стыковались. Ну, вот, там блок лежит, смотри. Вот, вот это вот часть вот стены, которая, очевидно, оттуда... Ну, не стены, а... Это... Декора там, не знаю. Как горка была выложена из этих камней. Ну да, под 60 градусов, казалось, все должно тут быть так идеально. Неприступное. А по ощущениям, нижняя площадка и верхние граниты, эрозированность у них одинаковая? Ну да. У меня кажется, что одинаковая. Одинаковая, да? Да. А большие блоки, они как-то хуже обработаны, чем нижние и боковые. А потому что они не чистовые, скорее всего, перед ними была чистовая обработка блоков, а они просто стыковались. Вот видишь, эти все железные, арматуренные, к ней, наверное, крепились в более мощные вот эти блоки защитные. Да, видишь просверленные блоки, просверленные вот здесь. Вот они крепились между собой. А вот эти какие-то старенькие. А вот обработка, посмотри. Кстати, вот на тех стареньких, видишь, тут дырки просверленные, а на новых там ничего нет. А вот, видишь, обработка вот. Это как будто сверху упавший блок. А вот тоже интересный. Олег, посмотри, здесь на многих блоках, которые, знаешь, уже потрепанные временем, на них много просверленных отверстий. А на тех, которые повыше, поновее выглядят, на них отверстий этих нет. А тут даже металл остался. Вот, старинный металл. И причем эти просверленные отверстия, они уже тоже очень эрозированные. Тут сверху декор, видимо, упавший камень. Просто как он оказался в воде, на таком расстоянии, вот здесь тоже металл. Да, идеально засверленные отверстия. Видишь, металл в них остался. То есть, они тоже к чему-то крепились. Ну, конечно. И они более... Вот металл. Вот это, наверное, вот тот, который... Это не тот металл. Нет, это не тот металл. Он не блестящий. Ощущение, что он более старый, этот металл. Вот этот вот. Вот, видишь, да. Тот металл, который был более старый, он покрывается ржавчиной, который... Вот 19 века он не ржавеет. С той стороны пошли за снимем. И более поздний ржавеет. И туда, и будем уходить. Короче, металл середины и конца 19 века, даже больше середины 19 века, он не ржавеющий. А ранний и поздний... Да. Подержи. Перепрыгну. Я еще хочу вот там походить, в той стороне по блокам. Посмотреть, что здесь есть. Тоже откуда-то слетел. Вот красный, ты вот так видишь, белый. Воронить. Да, слушай, но эта площадка действительно была покрыта блоками. Только что их... Что их могло так разворотить. такое впечатление. Да-да-да. Это как пирамида. Тут снаряды не попадали настолько, как выворотила эти камни. Как пирамиды египетские облицованы были. Понятно, что это делалось для того, чтобы вода не разрушала само здание, саму конструкцию. Камушки-то тут немаленькие положены. Ты видишь, как их? Рекарюживо. Ага. И смотри, чем ниже к воде, тем чаще попадаются камни с просверленными отверстиями. Ну, очевидно, они больше высоты и падали. Ну, они как будто бы более старые. Ну, возможно. И металл торчит в некоторых отверстиях. Блок серьезный. И вот первоначальная стыковка блоков. Вот часть осталась относительно непронутой сохранности. сверху, видишь, покрытой все землей. Ну, это сейчас. Ну, видишь, это, наверное, уже советское. на цементе лежат блоки непонятные. Давай еще туда пройдем вперед. Тоже странное место. Вот здесь блоки уложены, лежат. И здесь раз, и блока нет. странно. Вот тут просто раз и куда-то делся. Олег, посмотри, чем ниже к воде, тем больше просверленных блоков со старым металлом, который ржавый. И тут посмотри, как уложено, интересно. А? И вот здесь смотри, раз, дырка. Вот здесь дырка, просто все уложено, уложено, и откуда-то исчез блок. И там металл есть, посмотри металл. Здесь тоже рельеф на камне. камень с фасками. Тут тоже металл со свинцом залит. Большие, маленькие дыры просверлены. Закладные вне стакловки. А вот видишь, отверстия разных размеров. Смотри, вот это отверстие, вот, наверное, с тем стыковаться должно было. Это вот еще чем-то полукруглые, металлические тут такие были. Вот они. Смотри, вот здесь тоже конструкт. Смотри, видишь, эта линия может быть входила вот в эту, вот, полукруглую линию как-то присоединялась, потому что тоже странный камень. И вон тоже металлический, видишь? И треугольные есть, и разных диаметров. И такое ощущение, что они более розированные, эти блоки, которые с отверстиями. А тут вообще разная конфигурация этих блоков. Очень интересные. то есть они как пазлы складывались, знаешь? Здесь остатки еще наблюдаются. Уложены конструкции. Хотя это могло быть, знаешь, что вот эти блоки, они могли как бы быть краем этой горки. Краем пристани, что ли? Даже не пристани. То есть эта форма, она могла вот такая полукруглая быть, и они ее подчеркивали. Посмотри, какая форма, форма камней. очень интересно. То есть если они были так состыкованы, представляешь, это надо было заморочиться, продумать эту конструкцию, как их вырезали. Вот эта часть должна заходить было, наверное, вот сюда. И они все разные. Двух одинаковых блоков нет. Это как полигоналка получается. сложная до конца. Стена интересная. Красивая. Красивая, да. Причем по всему форту встречается. Мне кажется, здесь тоже эта стена похожая была. Как стыковка еще. Возможно, действительно причал. Ну, вот он разрустит. Мне интересно, что случилось с камнями, которые в таком хаосе находятся. Не могла же вода их настолько, даже если наводнение было. Пусть даже на два метра, но они настолько тяжелые, что наводнение могло их так перековеркать. Отсюда очень хорошо видно. Как платформа. Давай назовем ее платформой. Я не знала, как обозвать. Основание платформы. Вот так, наверное, правильно лучше назвать. Олег, иди сюда. Да. Мы на форте Константин вылезли в круглое окно и теперь стоим практически у воды. В круглое окно из 45-метровой бронированной стали. Да. Стоим у самой кромки острова воды и рассматриваем старинный камень. Так, мы посмотрели все, что могли в этой части. Очень интересное место, нам понравилось. Много на что обратили внимание. Ребята, скажите свое мнение. Обращает технологический уровень всего гранита, металла и наконец-то поняли как могли обрабатывать гранит именно до конца 19-го века. Что единственное, что есть следы пучного инструмента, сколов. Так, что в копинку наших знаний пойдет информация. Класс. Да, согласен. Скажи, Петров, да, безусловно. А мне понравились гранитные блоки облицовочные, что насколько четко там все рассчитано. ну и само помещение конечно шикарное. Это одно из тех мест вот за этой дверью находится, да? Батарея ШВД. Ребят, это одно из тех мест, когда заходишь по туннелю в конец коридора. Говоришь, вау. Видишь, съела. Говоришь, вау, ничего себе. То есть поражает. Спасибо, Олег, что ты нас сюда пригласил. Займеста. Казарма, 1866 год. Субтитры сделал DimaTorzok